Но если у вас есть что рассказать, то звоните к нам в редакцию. Далее выпуски. Проект «Доступная среда» выходит на новый уровень. Напомню, эта программа действует на территории России уже несколько лет. За четыре года удалось адаптировать для нужд людей с ограниченными возможностями дома и госучреждения. Но этого недостаточно, решили авторы проекта. И у «Доступной среды» появились новые возможности. Какие именно, выяснила наша съемочная группа. Здесь дети выращивают свои фрукты. Здесь вот это салаты, это у нас свекла. Здесь у нас теплица, здесь мы рассаживали и цветы. В этом доме-интернате базарного карбулака для детей настоящий рай. Учеба – учеба, но для социализации воспитанников главное – это досуг. К каждому ребенку здесь особый подход. Ведь и дети особенные. Совсем недавно педагоги интерната совершили настоящий прорыв. Одну из воспитанниц удалось реабилитировать. Теперь девочка будет ходить в обычную школу, а потом сможет поступить в высшее учебное заведение. Из больного ребенка, может быть, раньше бы или просто не заметили его, рукой махнули. А весь педагогический коллектив этого учреждения детского дома сделал всю возможность, чтобы вернуть ребенка к полноценной жизни. И это уже как факт. Чтобы интернат развивал своих воспитанников и дальше нужны средства. Здесь, по словам руководства, давно не проводили качественного ремонта. В этом году все будет, обещает глава пенсионного фонда области Александр Романов. Интернат будет участвовать в проекте «Доступная среда». Программа реализуется за счет совместных средств областного бюджета и пенсионного фонда. Базар на Карбулакскому интернату планируют выделить на ремонт и закупку инвентаря миллион рублей. Первым делом здесь начнут реконструкцию банно-прачечного комплекса. Более 15 лет делался ремонт такой уж большой. И если обратить внимание, пустот, видите. То есть мы периодически уже за эти 5 месяцев, мы уже здесь два раза делали ремонт косметически. То есть мы поддерживаем, мы проверяем каждый раз, контролируем, чтобы это было безопасно. И вот этот ремонт, если мы сделаем, это значит опять качество услуг у Юсица. И самое основное – это безопасность детей. Полностью до конца года здесь в планах отремонтировать. А вот в Адоевщинском психоневрологическом интернате ремонт идет полным ходом. Здесь такой объем работ, что реконструкция затянулась на несколько лет. Деньги, выделенные по проекту «Доступная среда», пошли на установку пандусов, автоматических подъемников и ремонт жилых помещений. Но здесь не гонятся за роскошью. Понимают, что главное – реабилитация воспитанников. Они в интернате взрослые, и приспособить их к обычной жизни вдвойне сложнее. Потому деньги, выделенные по проекту, здесь тратят в том числе на закупку оборудования и инвентаря. Какие результаты у вас? Мы только начали. Мы только начали с 1 июля, Сергей Сергеевич. Мы только с 1 июля начался вот этот проект. Насколько вот работать неделю. То есть у нас здесь заказано оборудование, хочется релаксационной комнаты. Для того, чтобы вы понимаете, работа психолога, она непосредственно связана с оборудованием. И то есть должны на стенной панно какие-то быть. Цель всех программ реабилитации – подготовить людей к жизни вне стен учреждения. Сотрудники интерната надеются, что благодаря новым методам психологической помощи уже через год воспитанники будут готовы начать самостоятельную жизнь. Елена Петрова, Александр Бачков, РЕН-ТВ, Саратов.